Всем привет! Вы на канале Семен на чемоданах, меня зовут Славян, и как вы поняли, сегодня в этом выпуске мы будем говорить про нашу беременность, а именно про то, где мы рожали, как мы рожали, сколько это стоило и как все прошло. Наша беременность проходила в Сочи, мы хотели, чтобы там были походы, горы, море и никаких нервов, никаких поликлиник. Поэтому мы не ходили никуда, только на два УЗИ, которые я вам покажу чуть позже. Мы много путешествовали, пожалуй, даже очень много путешествовали, порой даже экстремально и опасно. Я сделал большой фильм, как провели мы лето, то есть третий триместр, гляньте, ссылочка в описании. Ну ладно, под ваши жирные-жирные лайки мы начинаем. Погнали! В самом конце декабря 2020 года мы подтвердили нашу беременность двумя тестами, сделали на память себе вот такую фотографию и держали это все в секрете. Ушло время, животик рос, мы понимали, что родителям нужно сообщить эту классную новость, поэтому мы ничего лучше не придумали, как лично поехать в Москву и сообщить им об этом. Сделали классный выпуск, как мы ехали в поезде и многие нас спалили, потому что живот уже было действительно видно, но не родители. Москва, нас встретил отец, затем мама дома ждала, затем обнимашечки, затем, как всегда, вручение подарочков и наш сюрприз. В общем, это тебе записка, пока ее в кулак убирай. Это тоже фокус, кстати, между прочим. Это тебе записочка. Вот. А на счет три вы должны их быстро развернуть, быстро развернуть и читать вслух прям громко-громко. Готовы? На счет три быстро их разворачивать. Давайте, раз. А если, подожди, стой, а если я слепой, если я не увижу? Старайся увидеть. Давай. Раз, два, три. Разворачиваем. Давайте, давайте. Читайте вслух, громко, бегом. Ты снова будешь бабушкой. Да ладно. Да ладно. Да ладно. Нам повин на день рождения. И там же, в Подольске, мы отправились на первое УЗИ в клинику. Послушали сердечко ребеночка, узнали, что все хорошо и уехали обратно в Сочи. А далее, путешествие и ожидание. Ожидание и путешествие. Итак, до следующего УЗИ. В общем, мы сейчас приехали к морю. Через полтора часа у нас прием УЗИ. Немножко волнительная эта история. Приехали так подзарядиться, немножко освежить свои мыслячки. И пойдем вместе с вами на УЗИ. Так, мы пришли, в общем, в такой медицинский центр. Пойдемте-пойдемте. Да, здесь такой стиль. Пойдемте, спрашиваем. Да, медицинский центр, конечно, бомбовый. Здесь-то все сделано в стиле дорого-богато. Такой вот здесь туалет. Ну, посмотрим, как все пройдет. И в конце выпуска мы узнаем, кто у нас будет. Так, нас отправили на четвертый этаж. Настеньке дали договор. Настенька, ты переживаешь? Да. Настенька вообще переживается. Ну, ты это, не очкуй. Все будет нормально. Так, парни, вести себя тихо, понятно? И не мешать. Окей? Ну, подержи. А с вас, ребята, лайк. Ну, знаешь, я готова за комфорт. В общем, нас вызвали в первый кабинет. Это действительно был оболнительный УЗИ, так как на этом УЗИ мы узнаем пол. Но мы узнаем не прямо на этом УЗИ, а чуть позже, на гендер-пати. А здесь мы попросили доктора посмотреть пол, не говорить, а написать на бумажечке и отдать его нам. Снимай. А я куда? Садись, вот, садись сюда. А я куда? Не, нам не говорить, нам в конверте, пожалуйста. А завтра мы лопнем шарик. А я куда девочку? Все хорошо? Девочку хотите? Нету девочек, дабы три кота. А зачем вам девочка? Ну, три кота будет, как в мультике. А самая маленькая, это там девочка, вот она самая маленькая. Там, там, я сам старший, я компьютер, он корзик, и очевидно, и овечет. Так это девочка? Я не знаю, я там завтра знаю. В общем, мы сейчас нам дадут, нам сейчас дадут конвертик, и чуть позже все увидим, кто же будет. Спасибо большое. Спасибо большое. До свидания. Я столько радости, я никогда в жизни не было. Нам дали бумажечку, эту бумажку мы отдадим в салон, где нам сделают шарик, и будем скоро лопать. Пойдемте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, пять, шесть, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, шесть, шесть, шесть. И что же было в записке? Ваше. Надежда, не оправдались. Малыш. Вот так вот, вот что. Малыш он написал? Малыш, да. Не, мальчик написал. Мальчик, мальчик, мальчик. Тепочка чуть-чуть под расстроился. Ты сестренку, да, хотел, сынок? А ты, Радюшенька? А? Я хочу в Баду. Ну зато ты теперь старший брат будешь. Я буду старший брат, я хочу быть братом. Будешь его тоже учить, в карате друг друга бить. Будете? А далее было огромное количество путешествий, приключений. И самое основное, это переезд в Краснодар. Для того, чтобы пройти третий триместр и родить клиники Екатерининская. Первый частный роддом на Кубани. Так, едем мы, значит, сейчас в клинику, называется Екатерининская. Это единственный частный роддом на Кубани. Будем Насеньку прикреплять туда и проходить третий семестр. Да, так это называется? Триместр. Триместр, семестр. Так, приехали мы. Сейчас пойдем узнавать. Такая, конечно, классная территория. Парковочка для посетителей бесплатная. Вот. Да, прикольно здесь встречают. На руки самостоятельно брызгают. Здесь такая еще кабинка с паром, который дезинфицирует всех, кто проходит. Также здесь есть отдельное отделение для того, чтобы пройти ковид-тест или гривица. Такая регистратура. О, Насенька уже пошла все оформлять. Короче, записали нас на консультацию. Тысяча пятьсот рублей уже. Вот сюда. Уже отдали. Идем на консультацию к врачу. В общем, Насенька пошла на консультацию. Вообще, мы когда по телефону звонили, нам сказали, что заключаешь договор на третий триместр. И консультация уже включена будет. А получается, что нет, надо консультацию отдельно оплачивать. Вот, ну сейчас сходит, все узнает. И потом пойдем, наверное, заключать уже договор. Ну что, мы вышли. Насенька сходила к врачу. И как я, в принципе, ожидал, что есть небольшие подвохи. Это первое. То, что когда мы звонили, сказали, что типа все включено в контракт. В итоге, по факту, мы приехали. Нужно заплатить за первую консультацию. Тысяча пятьсот рублей мы заплатили. Плюс, пока Настя была у врача, врачиха ей сказала, что еще нужно сдать дополнительные анализы, которые не включены в контракт. А эта сумма сколько? Шесть пятьсот. То есть, и плюс, сейчас мы уже оплатили контракт за тридцать одну тысячу. Это третьего, три места. Плюс дополнительные анализы, которые не входят, шесть пятьсот. И еще полторашку за первую консультацию. Итого? Семь, восемь, девять, тридцать девять тысяч. Это только первый триместр. Завтра третий триместр, да. Завтра, получается, Настенька будет сдавать уже анализы с утра. То есть, завтра все не сдашь? Все? Все абсолютно. Вот. С утра сдает все свои анализы. И будем еще консультироваться насчет родов в этой клинике. Потому что, судя по всему, как мне кажется, что, скорее всего, там еще... Сколько контракт стоит? 120? 120. 120 тысяч. То есть, я больше, чем уверен, что в 120 и там будет еще дополнительно плюсы. Чуть позже расскажу. Сколько фактически вышло денег за третий триместр и за роды? И также объективный отзыв данной клиники и роддому мы как-нибудь сделаем в другом выпуске. Я приехала в 9 утра сюда сегодня в клинику. Слава мне, приветствуй, детьми. И уже в 9.40 я уже сделала УЗИ. Сейчас сижу со всеми анализами, со всеми УЗИ к врачу, к своему, к нанекологу, который везти меня будет. Вот, очень быстро. В 9 приехала, а еще 10 нет, а уже все прошло. Осталась только врач. И все. Вот, поэтому частная клиника, это хорошо, быстро и без очередей. В общем, у нас сегодня тревожный такой момент. Мы идем на промежуточную консультацию гинеколога, который примет решение, можно ли нам рожать в этом роддоме. Ну, Настеньке, то есть, либо нет. И перед этим ей назначили еще дополнительную усилию. У нее что-то давление скакнуло перед врачом. Вот, дали дополнительно, дополнительно 4 200. А вечером уже пойдем на консультацию. Так, ну все, ответственный момент. Настенька пошла на последнюю консультацию. Врач-акушер-гинеколога. Короче, смысл в том, что сейчас вот этот врач, он как бы решит судьбу. Пустят Настеньку вот это родом рожать или не пустят. Ну, вот тут такие условия по всем показаниям. Сейчас посмотрит. Низят, Низят. Ты что, Вродион? Короче, ждем. У нас получилось. Настеньку допустили. Поэтому мы идем заключать договор. Так, Настюшка там что-то подписывает. Так, Настенька подписала. Настеньке оплатили. Теперь я что-то подписал. Сейчас тоже буду оплачивать. Ну что, ребята, спасибо всем, кто поддержал реакциями. У меня два чека. Один на 120, другой на 22 с копейками. Это значит, что мы заключили договор. И у нас будут партнерские роды, если все будет оба. 27 августа. На часах 23.10. И мы поехали. Здравствуйте. Доброе утро. Настенька, я взял ключи. Настенчик, крепись. Все с тобой. Ребятки, мы едем. Я не знаю, как описать эти чувства, но сводят все органы внутри. Вот Настенька. Держится молодцом. Вот, видите, она даже вам улыбнулась. В общем, нам сейчас предстоит еще один ответственный такой стрессовый этап. Нам нужно сдать тест, экспресс-тест на коронавирус. Настенька, значит, будет его сдавать уже в самом отделении родильном. Я пойду там, где все сдают. Если у нас вы положительный, то нас как бы разделяют. Это вообще самый худший сход. Я думаю, что у нас все будет хорошо. Едем вместе с вами. Будем узнавать все вместе с вами. Вот у Настеньки схваточка пошла. В каком-то приложении засекает время и количество. Едем, едем. Так, ну что, все, мы подъехали. Мы уже здесь, Екатерининская клиника. Здесь даже Настенька уже пишет приложение, что будьте готовы. Если роддом находится далеко, сейчас поехать в роддом рекомендуем прокурорфальтироваться. Вот, в общем, даже приложение нам сейчас уже порекомендовало. Но мы уже здесь. Сейчас немножко прогуляемся. Все, нам буквально остается 100 метров до входа в роддом. Настенька проживает схватки. Я, короче, не знаю, как быть мне. Настеньке-то понятно, она это много раз проходила. А вот я еще не проходил. Фух. Ну, короче, я тоже переживаю, тоже нервничаю. Даже, наверное, рука потряхивается. Ладно, пойдемте сейчас дадим Настеньку. И потом пойдем сдавать тесты на вирус. Коронавирус. Звоним на звоночек, чтобы нас встретили. Ну что, все, я Настеньку оставил. Сейчас я бегу сдавать тест. Блин, волнение, ребята, вообще просто какие-то нереальные. Так, я задал ПЦР-ку. Конечно, редкостная херня. В нос и в горло. Сейчас сказали 10 минут ждать. И сообщат, иду я туда или нет. Ой, ребятки, все, сдал тест. Все, у меня все отрицательно. Я бегу к Настеньке. Дыши, дыши. Немножко помогает, но шум нашему. Тихо, тихо, тихо. Все, покричит. В общем, такая приятная атмосфера. Свечка горит. Наш малыш. Он возмущается. Вот такая вот палата. Играет музыка, телевизор. Здесь есть ванна еще. Все очень быстро прошло, что вообще не поняли даже. Представляете, мы приехали в роддом, когда открытие матки было уже 9 из 10. Мы не взяли с собой контейнер. И нам вот плаценту вот так отдадут. Вот. Ну, главное, что отдали. Вот они хорошие мои лежат. Что, Настенка, как будто не бывало, да, ничего? Так, а это в палате. Я вам покажу вот такой вот туалет здесь. Он даже висит, видимо, потом переодеться. Все одноразовое. Ладно, все стериленько. И вот мои красавчики лежат. Да, я сам качу вообще. Да, мой маленький, поехали. А там Настенька впереди. Так, все, у Настеньки, значит, палата. Вот так вот, все-таки индивидуально, малыш. Вот, вот. И здесь, значит, у Настеньки тоже будет свой туалет. Вот. С ванной комнатой. Все прекрасно. В общем, ребятки, вот в таком вот виде закончу выпуск. Пишите поздравления. Все, мы будем отдыхать и наслаждаться нашим малышом. Пока. Не волнуйся. Не волнуйся. Пока. 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 Пока.